Привет-привет, с вами NiceGuysRacing.ru, и мы продолжаем наше восхождение к виртуальным вершинам в Gran Turismo 7. Прошлое видео мы закончили на рейтинге B, и теперь будем карабкаться дальше на треке Dragon Trail. Начнем с того, что исследуем этот трек, поймем, как по нему быстро ездить, и поставим хорошее время круга. И чтобы это все сделать, мне, конечно, нужно набить все возможные шишки на тренировках. Окей, шишки набиты, все грабли найдены и обезврежены, и мы уже летим к первой шикане, тормозим чуть раньше вот этого поребрика справа, и пока тормозим очень плавно, направляем машину во внутреннюю часть поворота. Всегда стараемся использовать всю площадь трека на входе и выходе из поворотов, срезаем углы где возможно, и из-за того, что я делаю это не идеально, я регулярно на бордюрах подпрыгиваю, как, например, вот здесь. В этой секции без понятия, где тормозить, еду чисто по ощущениям, снова срезаю угол, и как раз меня выносят к внешней части на выходе, опять же, невозможно переоценить, насколько важно использовать всю доступную площадь дороги. Вот сейчас будет быстрая связка поворотов, сначала поворачиваем нос, уже потом чуть-чуть притормаживаем, чтобы машину не вынесло слишком широко, чтобы была возможность пролететь всю эту извилистую часть трассы, не сбрасывая газ, и вроде бы получается неплохо. А дальше у нас довольно длинная прямая, и так как мощность машин в этих гонках автоматически балансируется, напрямую побеждает обычно тот, кто выехал на нее с большей скоростью, а это, в свою очередь, определяется тем, смог ли ты скорость сохранить перед этой самой прямой. И пока я тут тараторю, мы приближаемся к самой опасной части трека. Быстрая шикана, которая не прощает ошибок. Death chicane, как ее называют некоторые ютуберы. Сколько здесь симрейсеров полегло, даже страшно подумать. А после этой шиканы снова длинная прямая, а это значит, тот, кто вышел из шиканы быстрее остальных, будет сохранять преимущество в скорости на протяжении всей прямой. Поэтому мало того, что в этой шикане нельзя разбиться, так еще и нельзя ее проехать медленно. В общем, приходится, так сказать, бежать по лезвию. И то же самое можно сказать про последний поворот, который я прохожу довольно посредственно. Однако мы заканчиваем круг с вполне себе достойным временем 1.46.6, что, к моей удивленной радости, ставит меня на 82-е место в списке лучших времен круга в мире на этом треке. И на этом мы начинаем свое наступление на рейтинг A. И снова скучная гонка, если не считать того, что я три раза чуть ли не разбился. Машина зачастую непредсказуемо отскакивает от поребриков, после чего приходится лихорадочно крутить рулем, чтобы погасить начинающийся занос. А в остальном я довольно комфортно забрал свою первую победу и сделал еще один шаг в сторону нашей цели. Не, ну все, ну сколько можно скучных гонок, правильно? Не могу же я вечно свою аудиторию из 30 человек мариновать таким однообразным... Блин, ну когда уже, наконец, я побалую вас постоянными разменами позиций, спорными ситуациями, ошибками, авариями и прочими развлеканиями... Ладно, шутки в сторону, пробежимся по ярким моментам из, так сказать, тусклых гонок. Во второй гонке, на самом деле, я разложился в пресловутой шикане, но меня все равно никто не смог догнать. В третьей гонке тоже был опасный момент, но я, можно сказать, наверное, чудом смог избежать столкновения с барьером. И вот чувак со второго места на первом круге мучительно продолжительно терял управление своей машиной, потом еще долго и болезненно не мог развернуться в правильную сторону, и я прекрасно понимаю, как это бывает. Еще в том заезде была куча всякой грязи, но меня это никак не коснулось. И вот, наконец, у нас начинается борьба. Господин Эдо ждет удобного случая вырваться в лидера, и, к сожалению, на втором круге я не смог одолеть эту коварную связку поворотов. Итальянец вышел вперед, но я понимал, что точно смогу его догнать, если буду ехать с хорошим темпом, чего я и пытался добиться, классически подпрыгивая на бордюрах в некоторых поворотах, и таки смог настичь моего соперника в самом конце, однако догнать-то я его догнал. Но, по сути, сейчас единственный шанс вернуть себе первое место заключается в том, что нам нужен хороший выход из этой дьявольской шиканы. И это совсем не просто, особенно когда ты вплотную следуешь за другой машиной. Но выход вроде неплохой, но явно недостаточно хороший, чтобы обойти итальянца по прямой. Дистанция между нами практически не сокращается, но, может быть, он ошибется в последнем повороте. И нет, ошибся тут скорее я. Но вот хотя бы начинается какой-то экшен, и такое у меня стойкое ощущение, что зубодробительных баталий скоро будет, хоть отбавляй. Судьба снова спила нас с этим чуваком, дала возможность взять реванш, и, конечно, очень хотелось бы эту возможность не упустить. Однако первый круг у меня не задался, да, поэтому Эда смог меня догнать уже после эсок. Я резко ухожу левее, чтобы не дать ему комфортно ехать в слепстриме. Он быстро реагирует, мы вылетаем напрямую, и итальянец очень близко наверняка будет атаковать. Чуть-чуть подталкивает меня на торможение, и я хочу, на самом деле, похвалить моего оппонента за то, что он отжал газ, потому что это абсолютное безумие проезжать последнюю шикану бок о бок. Спасибо ему за верное решение, которое, впрочем, его не спасло от неудачи на втором круге в том же самом злосчастном месте. Таким образом нам удалось оформить реванш. Ну все, господа, ребята, чуваки, ну и дамы, если кому-то из вас посчастливилось попасть в этот уголок ютуба, пришло время сконцентрироваться, потому что детские игры закончились. Мы уже в одном шаге от рейтинга A, а это значит, что уровень наших соперников стремительно растет, и если мы сможем забрать еще одну победу, то наверняка первая буква алфавита окажется у нас в кармане. Эрик, который стартовал с первого места, как раз счастливый обитатель рейтинга A, то есть система нас уже миксует с игроками побыстрее и поумнее. Ну, возможно, не обязательно поумнее, но точно можно сказать, что игроки на высоком уровне в среднем намного более уважительно относятся друг к другу, и, соответственно, гонки будут становиться все более и более захватывающими и сложными. И вот, говоря о сложности, я хочу вам рассказать о проблеме, которая возникает, когда ты в быстрых поворотах едешь близко за другой машиной, и чем ближе, тем острее проблема. Обратите внимание, я прохожу эти S-ки, и в какой-то момент мне пришлось отпустить газ, потому что я почувствовал, что не умещаюсь в повороте. Почему, спросите вы? А потому что машина впереди расталкивает своим корпусом воздух, поэтому позади нее воздух меньше давит на преследующую машину, следовательно, колеса меньше давят на дорогу, меньше за нее цепляются, и это значит, что поворачивать становится сложнее. Ехать близко за кем-то по прямой хорошо, а вот поворачивать на большой скорости не очень. И тот же самый эффект мы испытываем в шикане, что делает ее еще опаснее. Просто посмотрите на это. Я вроде еду и поворачиваю, как обычно, но машина ведет себя по-другому, и этот эффект называется недостаточная поворачиваемость, или, короче, understeer. Что ж, минутка гоночного образования заканчивается, и, хоть шиканно и пыталась забрать мою рейсерскую душу, я таки смог выжить. Проматываем немного вперед, потому что там нас ждет приятный сюрприз. Эрик допускает ошибку после третьего поворота. Его вынесло в песок, и, конечно, это позволяет нам сократить отставание. Наверное, пока недостаточно, чтобы можно было обогнать, но тоже неплохо. К тому же, видимо, из-за того, что Эрик испачкал шины в песке, сцепление с дорогой стало хуже, и, возможно, поэтому он и четвертый, и пятый повороты тоже проходит так себе, что позволило нам сравняться с ним перед эсками, и вот сейчас будет то, за что люди любят гонки. Чистое вождение, где каждый старается оставить друг другу место, и при этом не терять слишком много скорости. Да, мы тут немного бьемся дверями, но вполне себе в рамках допустимого. Мне все-таки приходится ему уступить, и так как мы боремся, мы едем не по оптимальным гоночным линиям, мы теряем время, из-за чего нас догоняет финская тумба с третьего места, он уже прямо позади меня, и я не знаю, может быть, поэтому я решил отчаянно атаковать, типа, лучшая защита — это нападение. И... Я ведь вроде не так уж и поздно затормозил. Если бы Эрик меня заметил, может быть, он и столкновения бы избежал, и позицию сохранил, но знать наверняка я не могу, поэтому, в общем-то, ничего не остается мне, кроме как признать себя ослом и сразу после этого принять кармическое возмездие агентом которого выступил этот чертов бордюр. Тем временем, бедного Эрика захарасил тумба. Собственно, помните, я говорил, что это безумие проходить в шикану смерти бок о бок? Для меня это даже хорошо, потому что они потеряли на этом время, и моя ошибка стоила мне чуть меньше, чем могла бы. Но после нее я все равно очутился на третьем месте, но сразу решил вернуть себе второе. Получится ли? И... Да, вот мы видим Эрика в зеркале заднего вида. Снова обгон получился грязноватый, но за этот мув мне, если честно, совсем не так стыдно, как за предыдущий. В момент касания я был очень близко к пореврику, то есть старался дать ему место, а он поворачивал так, как будто меня там нет. Впрочем, может, меня там и не должно было быть, я не эксперт, мне, конечно, было бы интересно услышать мнение знающих людей, поэтому, если вы знающий, то, пожалуйста, поделитесь своими знаниями в комментариях. А если не знающий, то выражать свое мнение тоже никто пока не запрещал, не то что в нашей дорогой рашке. В принципе, пока в гонке ничего не происходит, я даже не против, чтобы в комментариях развернулся какой-нибудь срач, это наверняка помогло бы каналу расти. Я лично, само собой, против любого физического насилия, и, в частности, конечно, не хочу никого в поворотах таранить, и, разумеется, буду учиться более тонко рассчитывать свои точки торможения и траектории, чтобы грязных обгонов не допускать. Ладно, давайте возвращаться в гонку, и, по всей видимости, все, что я сейчас о чистоте обгонов говорю, применимо к будущему я. В то время как в прошлое я продолжаю транслировать свое агрессивное нутро, торможу очень поздно, пролетаю мимо Апекса, и расчетливый финн смог траектории перекрестить и вернуть лидерство после поворота. Эм, гэгэ, что тут скажешь. А мне остается только продолжать учиться на своих ошибках, а теперь помните, я вам говорил про Андерстир в быстрых поворотах? Вот вам еще один наглядный пример. На этом для Эрика гонка, к сожалению, закончена. Еще на таком пятачке на гоночной машине не так-то просто развернуться. Ужас, посмотрите, какое месть вот тут происходит. Ну, а мы с финской тумбой тем временем начинаем наш финальный круг, и, несмотря на потные ладошки, я, конечно, полон решимости забрать первое место, ведь это поднимет нас до рейтинга A, в чем, собственно, и заключается моя цель на сегодня. Поэтому давайте выяснять, кто из нас быстрее. Эта древняя Альфа-Ромео скачет на бордюрах, что, естественно, сказывается на ее скорости на выходе, значит, у меня появляется возможность совершить обгон, однако эта часть трассы, конечно, не очень для этого подходит. Надо быть предельно осторожным, оставляем ему место. Нельзя пропустить точку торможения, но легче сказать, чем сделать. Снова я как дурак пролетаю мимо Апекса, и финн в очередной раз выходит вперед. Хочется надеяться, что моя последняя ошибка не будет стоить мне победы. И вот если бы я затормозил вовремя и проехал по поребрику, я бы перекрыл бы эту траекторию для тумбы, и он не смог бы меня обогнать. Давайте просто договоримся, что в следующий раз я так и сделаю. Осталось только дождаться этой возможности. И, может быть, возможность возникнет уже в ближайшем повороте. И снова я как камикадзе поздно торможу, ныряю внутрь, и, наконец-то, у меня получается расположить машину так, что финн уже не может использовать свои старые приемчики. И теперь исход гонки будет решаться тем, как мы пройдем опаснейший участок трассы Dragon Trail. И мы проходим его... Как мы проходим его? Мы... О, отлично, мы проходим его. А наш финский товарищ своим столкновением со стеной снижает свои шансы на победу до нуля. Мы пересекаем финишную черту, перемещаемся на ступень выше в рейтинге и завершаем сегодняшний выпуск. Спасибо всем, кто досмотрел, и до скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!